Друзья, всем привет! Мне часто задают вопрос, и лично подходят, спрашивают, и в социальных сетях пишут, и вопрос такого характера. Как сделать так, чтобы стать самым техничным в своей футбольной команде? Или как сделать так, чтобы поднатаскать свою технику, сделать ее лучше, чтобы не проседать в отношении других и в конкуренции с другими футболистами в команде? Сразу хочу сказать в ответе на этот вопрос, что если вы тренируетесь с вашим коллективом, то это будет сделать очень тяжело. И здесь просто необходимы индивидуальные тренировки. Я даже не имею сейчас в виду рекламу каких-то своих занятий, что я тренируюсь индивидуально. Но вот просто посудите сами. Вы же даже сами можете выходить с мячом куда-то в свободное время и заниматься. Но факт остается фактом. Если вы занимаетесь только со своей командой, то и прогрессировать вы будете относительно. То есть кто-то больше, кто-то меньше, потому что подготовка у вас идет одна и та же. Вы выполняете одни и те же упражнения, работаете над одним и тем же. И даже если вы тренируете какое-то упражнение на технику, допустим, три упражнения и три блока по 10 минут. 10 минут тренируете одно, 10 минут второе и 10 минут третье. Допустим, вы чувствуете, что у вас из этих трех упражнений одно получается прям очень плохо. Ну, вы чувствуете, что это ваша слабая сторона. А два других получается хорошо. Так вот здесь и такой диссонанс выходит. Потому что, казалось бы, на тот элемент, который у вас получается плохо, надо уделить не 10 минут, надо уделить минут 20, наверное. То есть гораздо больше, чем на то, что у вас получается хорошо. Но из-за того, что вы занимаетесь в команде, вы уделяете одинаково на первое, на второе и на третье. Потому что у кого-то может быть обратная ситуация. У кого-то может получаться хорошо то, что у вас получается плохо. И наоборот. И здесь, какой бы ни был хороший тренер, какая бы ни была высокая у него квалификация, Но просто в силу вот характера подготовки и в силу вот характера таких тренировок командных, он не может уделить внимание всем. Поэтому, еще раз говорю, здесь важны индивидуальные именно тренировки. Вы выходите, сами находите свободное время и начинаете отрабатывать то, что у вас получается прежде всего плохо. Главное подходить к этому с умом. Составить список, какой-то даже план того, что вам необходимо натренировать. И следовать четко этому плану и времени на каждое упражнение. Если хотите, кстати, я примерно для начинающих футболистов, кто хочет свою технику подкорректировать. Или же для футболистов, которые уже что-то умеют, хотят улучшить свою технику. Составлю примерный план, вот такое вот упражнение, которое помогает именно улучшить свое мастерство владения мячом. И еще один очень важный момент, почему вы не становитесь лучшим в своей команде. Или почему вы вообще не прогрессируете, почему не идет сдвига в положительную сторону в вашей технике. Это то, что вы очень мало работаете с мячом. Многие футбольные академии европейские, которые готовят детей, начиная с детского возраста, там юношей. Они пришли к тому выводу, что нужно максимальное упражнение в тренировочном процессе использовать с мячом. Даже те упражнения, которые касаются физической, кондициональной подготовки, тактической подготовки, можно добавлять мяч. Например, если мы делаем рывки, если мы делаем ускорение по прямой, добавить мяч и делать то же самое, но вместе с мячом. Потому что бежать быстро одно, а бежать быстро с мячом – это другое. И да, я понимаю, что большую часть времени в игре вы проводите именно без мяча. И физика здесь тоже важна. Но если вы хотите совершенствоваться в плане именно техники, то это вот как раз необходимо. В любое упражнение добавлять мяч и делать то же самое с мячом. Ну, либо как-то координировать. И даже на своих занятиях, если у меня дети занимаются, я обязательно заставляю их даже в паузах после каждого упражнения, когда у нас идет фаза отдыха, походить с мячом просто. Поконтролировать его внешне, внутренне, пускай шагом, ведь они отдыхают. Но тем не менее, чем больше касаний, тем лучше. Ну что ж, я надеюсь, я ответил на ваши вопросы, кто задавал. Надеюсь, этот ответ вас устроит. Если вдруг не устроил, я, может быть, что-то не до конца понял в ваших вопросах, задавайте еще, я сниму еще видео. И всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы подпишетесь на наш канал, кто еще не подписан, кто вдруг случайно наткнулся на этот видеоролик. Приглашайте сюда друзей. Чем больше, тем больше мотивации у меня снимать и выкладывать ролики чаще. И всем спасибо за внимание. До скорых встреч.